ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счет в этом поединке был открыт уже на второй минуте. Стефан Балабанов, который замкнул прострел Огурцова, поразил ворота украинского голкипера. Спустя пять минут краснодарцы удвоили результат. Автором этого мяча стал Николай Огурцов. После этого момента «Быкини» прекратили осаду ворот соперника, результат которой привел к тому, что на 22-й минуте после ошибки харьковской защиты Василий Чаров отправил очередной мяч в сетку ворот голкипера-металлиста. 3-0. Спустя мгновение старания украинцев привели к тому, что Олег Синица поразил ворота Всеволода Ермакова и сократил разрыв в счете. Но ненадолго. Разыгравшийся не на шутку Василий Чаров за 10 минут до конца первого тайма довел результат до разгромного. На перерыв команды ушли со счетом 4-1 в пользу Краснодара. Во втором тайме первыми желаемого результата достигли харьковчане. Дмитрий Антонов, улучив момент, воспользовался оплошностью краснодарских защитников и отправил мяч в ворота. Но вырваться вперед или хотя бы сравнять результат украинской команде сегодня было не суждено. Жирную точку в этом поединке на 55-й минуте поставил Олег Ланин, записав на счет Краснодара пятый мяч. Одержав победу в этом поединке, игроки Краснодара заблаговременно обеспечили себе выход в полуфинал, набрав 6 очков. Завтра юным быкам предстоит провести последний матч в рамках группового этапа. На этот раз их соперниками станут сверстники из киевского «Динамо», которые с начала турнира один раз одержали победу и второй матч завершили ничьей. Начало встречи «Краснодар-Динамо» в 10 часов утра. Прямую трансляцию смотрите на нашем официальном сайте.